Привет, это Аш, и у нас сегодня снова книжные покупки. Всего будет шесть книг, и это необычный выпуск, а Wildberries Edition, поэтому сегодня все книжки будут с ценами. Если вы заядлые книгоголики, то наверняка знаете, что на Wildberries можно найти книги иногда с очень выгодными скидками, и мне было просто интересно, что я могу купить хорошего, классного, интересного по цене до 300 рублей. Первая книга у нас это «Заповедник гоблинов», и ее цена была 163 рубля. «Заповедник гоблинов» — это классический фантастический роман, он написан еще в 1968 году, а 60-е годы, как вы знаете, это эпоха космической лихорадки. Но по сюжету все происходящее касается не только межпланетных путешествий, хотя в мире, где все происходит, они стали практически чем-то обыденным. Главный герой, профессор Питер Максвелл, оказывается на некой хрустальной планете, которая является хранилищем знаний. Но, понятное дело, что отдавать знания просто так никто не собирается, а взамен жители этой хрустальной планеты требуют некий артефакт. И тут уже нужна помощь волшебного народца, и по сюжету данного произведения гоблины и феи, и тролли — это те, кто населял землю еще до людей, а сейчас они проживают в резервации, которая и называется «Заповедник гоблинов». Следующая книга — это тоже фантастика, но уже современная, а именно «Скажи машине спокойной ночи» — писательница Кэти Уильямс. И она стоила 130 рублей. Это научно-фантастический роман, где существует некая машина счастья. Иногда она дает совершенно безумные рекомендации, вроде того, чтобы лишиться фаланги пальца. Но главное, что эта схема работает, и клиенты остаются счастливы. И главной героине нравится, в общем-то, ее работа — наносить радость и причинять счастье. Только оказывается, что подобные штуки не работают с ее собственным сыном. Меня, конечно, заинтриговало, что книгу сравнивают с черным зеркалом, несмотря на то, что досмотреть этот сериал я все никак не могу. Но мне в целом нравится, мне интересна социальная фантастика. Жанр этой книги заявлен как дистопия, то есть антиутопия, где в обществе преобладает какая-то негативная идея. И здесь, судя по всему, эта идея является слепое доверие машине в отношении счастья, радости и вот этого вот всего. То есть человеческих чувств и эмоций. Раз у нас так хорошо пошла тема фантастики, то следующая книга — это «Экстрим» Кристофера Приста, и это издание стоило 123 рубля. Как, наверное, можно было понять уже по обложке, навевает, это произведение в жанре киберпанк. Очень известное произведение в жанре киберпанк, которое написано еще в 1998 году. Но основной фишкой книги, как я понимаю, является виртуальная реальность. Здесь главной героине предлагают пережить чужой опыт, погрузиться в чужие воспоминания. И связано это все с расследованием, собственно, этой героини, чей муж погиб в перестрелке при очень странных обстоятельствах, так как очень похожие события одновременно происходили в двух разных городах. Вообще у меня нет никаких сверхожиданий касаемо этой книги, потому что у меня с киберпанком все сложно. Он мне очень нравится как эстетика, мне очень нравятся сами темы, подтемы, скажем так, которые выбирают авторы. Но почему-то с книгами у меня все время не клеится. Я обычно просто хочу какого-то яркого, неглупого, а может быть даже и глупого и наивного экшена, но встречаю что-то очень сложное, какое-то нагромождение разных теорий вот этого вот всего без четкого сюжета. Так что посмотрим, понравится ли мне экстрим, но думаю, что попробовать стоит в любом случае. Вы не поверите, но сейчас снова будет фантастика. Это «Под сенью короны», и это была самая дорогая книга из этой подборки, она стоила 227 рублей. Это, кстати, единственная из всех книг, которая пришла в сратенькое-помятенькое, хоть и в пленке, но я всегда все равно оставляю такие книги, не знаю, потому что мне просто их жалко. На самом деле меня это мало волнует, и мне довольно редко приходят в таком состоянии книги. Явилось у меня настроение почитать о каких-то космических приключениях, а здесь, как я понимаю, по описанию довольно типичная космоопера. Главная героиня под сенью короны — контрабандистка, хоть и бывшая. И ныне она императрица своей родной планеты. Ситуация складывается таким образом, что героине Хейл надо срочно заключить союз с соседними мирами, но понятное дело, что всё идёт не по плану. Оказывается, что кто-то из приближённых предал её, и теперь ради спасения этой самой родной планеты ей снова пригодятся навыки контрабандистки. Я надеюсь, что здесь будет больше экшена и приключений, меньше занудства. Обещают какие-то политические интриги, закрученный сюжет, но я, честно говоря, хочу, чтобы было больше просто погонь, приключений. И, скажу честно, меня просто подкупила тема, близкая к космическим пиратам, потому что что-то в последнее время чувствую я нехватку космических пиратов в крови. Наконец-то не фантастика, а фэнтези — это золото дураков, и это издание стоило 202 рубля. В карточке товара у этой книги даже не было аннотации, но меня просто подкупила эта обложка. Какая-то команда ребят-приключенцев, дракон, и я всё, я, всё, у меня можно это. Заказываю уже не глядя. Знаете, несмотря на наличие у меня диплома специалиста по рекламе, меня иногда очень легко подкупить какими-то громкими сравнениями или утверждениями где-то в описании, на обложке. А тут, как вы знаете, люди пишут в аннотации, что Стражи Галактики встречаются с Хоббитом и 11-ю друзьями Оушена в новой уникальной фэнтези-вселенной. Конечно же, мне надо. И разумеется, разумеется, тут есть драконы. По сюжету группа смельчаков бросает вызов некому кровожадному дракону, который затерроризировал всё местное население. По описанию, тут просто команда мечты, состоящая из фермера, брутальной наёмницы, человека-ящера и мага-драконоведа. И все вот эти весёлые ребята собираются украсть самое дорогое, что есть у драконов — их золото. Я надеюсь, что это будет лёгкое, весёлое приключение, потому что, как и с прошлой книгой, какая-то у меня нехватка чего-то такого авантюрного. Если вы знаете фэнтези-циклы или отдельные книги, где очень много приключений, таких, что тяжело оторваться, то мне будет приятно, если вы напишите о них в комментариях, потому что я всегда собираю, что же ещё можно почитать такого интересного. Последней книжечкой будет вот такой вот тоненький комикс, но он, кстати, чуть ли не самый дорогой был, стоил 212 рублей. В комиксе «Рыбак и дракон» нет слов, но аннотация обещает нам историю взросления мальчика и его поиск пути, как же стать настоящим героем. Мне очень захотелось чего-то красивого, вдохновляющего, почитать что-то и посмотреть то, о чём я вообще ничего не знаю, взять просто, можно сказать, на Абум. Так что снова включаюсь в чтение комиксов и буду вам о них тоже рассказывать. Вот, собственно, все книжки, о которых мы говорили сегодня. Ссылки на всё это добро будут в описании. Я жду, что вы посоветуете каких-нибудь интересных приключенческих фэнтези-романов и расскажите, какие вы выгодные покупки совершали на Wildberries, какие вам попадались крутые скидки, что вы смогли урвать себе что-нибудь ценное. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что мы будем встречаться с вами чаще. И не забывайте, что покупать книги и не читать их — это совершенно нормально.